Гранд Шрима Адбхагавадгита, глава 8, текст 20. Глава называется «Достижение обители Всевышнего». Перевод стиха. Но существует иная, вечная, непроявленная природа. Она лежит за пределами материального мира, который то проявляется, то исчезает. Эта высшая природа неуничтожима. Когда всё в материальном мире разрушается, она остаётся нетронутой. Комментарий. Высшая духовная энергия Кришны является трансцендентальной и вечной. Она не подвержена изменениям, происходящим с материальным миром, который с наступлением Дня Брамы проявляется, а с приходом Его ночи разрушается. По своим свойствам, высшая энергия Кришны прямо противоположна материальной природе. О высшей и низшей природе рассказывалось в 7 главе Бхагавадгиты. Но существует иная, вечная, непроявленная природа. Она лежит за пределами материального мира, который то проявляется, то исчезает. Эта высшая природа неуничтожима. Когда всё в материальном мире разрушается, она остаётся нетронутой. ОМА ГЯНТИ МИРАНДАСЯЯН ГЯНАНЖНА НАСЯ ЛАКАЯ ЧАКСРУМ МЕРЕТАМ ЯНА ТАИСМАЙ СРИГУРАВЕНАМА СРИЧЕТАНЬЯ МНОБИСТАМ СХАПИТАМ ЯНА БУТАЛЕ СВАЯМ РУПАКА ДАМАХЯМ ДАДАТИ СВАПАДАНТИХИКАМ ВАНЧИ КАЛПАТАРУБЬЯСЧАНА КРИПА СИНКУБЬЯХИ ВАЧАН ПАТИТАНАМ ПАВАЙНИБЬО ВАИШНАВЕБЬОНАМО НАМА ЯЯ СРИЧЧНАЧАТАНЬЯ ПРАБУНИТЬЯ НАНДА СРИЯ ДВАИТА ГАДАДХАРА СРИВАСАДИ ГОРА БХАКТА ВРИНДА ХРЕ КРИШНАХТАНИН ХРЕ РАМА ХРЕ РАМА 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 ХРЕ ХРЕ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это означает, что живое существо неустойчиво еще в своем разуме, неустойчиво тем более в своем сознании. Все происходит на уровне объектов чувств, чувств и ума. То есть то, что называют сентиментализмом. Если вы помните, сендл означает чувство, а ментал – ум. Чувственно-умственный уровень. И для этого человек, который встает на путь в духовной жизни, важно занять его чувства и ум. Поэтому важно дать ему какое-то ответственное поручение, которое смогло бы вовлечь его пять познающих и пять действующих чувств. Познающие, если вы помните, называются гианмендрия. Это зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. И есть кармендрия или тхармендрия. Два упоминания есть об этих чувствах. Тхармендрия – это означает, что все это предназначено для религиозной деятельности. А кармендрия означает вообще для деятельности. В соответствии с той гианой, которую человек получает. Как Кришна говорит, гианам вигианам сахитам. Что гиана при помощи деятельности превращается во что? Вигиану. Вигиану. Итак, теоретическое знание превращается в реализацию. Что же за эти пять органов деятельности? Это две руки, две ноги, речь, анус и гениталии. Это пять действующих чувств, которые называют кармендрия. Итак, человек на этом уровне, уровне Каништхи, должен быть занят. Его руки должны быть заняты, его ноги должны быть заняты. Должен быть занят его язык, должен занят его быть, извиняюсь за выражение, анус и гениталии. Все должно быть занято. И как это занято, описывается в шастрах. Он должен действовать в определенном знании, которое он получает. И на первом этапе человек получает это внешнее знание. Итак, мы кланяемся, звеним в колокольчик, складываем руки, предлагаем что-то, слушаем. Занимаются все эти десять чувств. Плюс, говорится, двадцать первое, или вернее, одиннадцатое это чувство. Это ум. Все это должно стекаться в ум. Вся эта деятельность. И этот этап называется вайтхи саддана, бхакти. Только при помощи этого, когда все занимается в деятельности, человек может измениться. Вот почему важна садхана. Важно, чтобы нас занимали. Важно не, чтобы мы себя занимали, поэтому приводится этот термин вайтхи или витхи под руководством. Кто-то руководит нашими руками, ногами, руководит нашей речью, нашим вкусом, нашими глазами, ушами и так далее. Нам говорят что-то определенное. Это называется занять слух шраваном. Мы смотрим на что-то определенное, на божество, мы смотрим на какие-то объекты, пытаемся их связать с Кришной. Нам объясняют, как связать, как смотреть на жену, на собаку, собакоеда, брамана, корову, как смотреть на золото и камни и так далее. Как правильно соприкасаться с чувствами, через органы чувств, с объектами чувств. Как маленький ребенок, если он не знает еще, он может увидеть змею и попытаться с ней соприкасаться. С ядовитой змеей. Но когда ему дает знание какой-то человек, которого он принимает за авторитеты, меняется его отношение к этому объекту. Итак, не имея знания, он вовлекает в свои кармендрии, чтобы трогать змею. Он не знает, как правильно соприкасаться. И знание называется гиана. Но когда он получает гиану и больше не трогает змею, знает, как с ней правильно взаим. Это проявляется что? Вегиана. Итак, деятельность рук, ног, речи, анусы и гениталий приводится в движение посредством полученного знания. Гиана. Гиана означает знание о взаимодействиях. Пяти истин. Называет панчи таттва. Панчи таттва. Или еще называет сатъям парам. Абсолютное знание о пяти истинах. Что же за пять истин? Мы с вами говорили. Это называется слово взаимодействие. Приводится на санскрите как самбанда. Самбанда. Взаимодействие пяти истин, которые проявляются в законе кармы, проявляются в треугунных материальной природы, проявляются как время, проявляются как душа и как сверхдуша. То есть Бог. Все эти пять сочетаний нужно изучить для того, чтобы понять истину. Итак, книжка получает знания. Он как студент. Но вы знаете, все учатся по-разному. Есть двоечники, второгодники, троечники, ударники и отличники. Среди всех есть талантливые, но они могут быть троечниками и даже двоечниками. И могут быть зубрилы, книжники, снобы, черви такие, ритуалисты, которые могут быть отличниками. Я думаю, все вы учились в школе и вы, может быть, наверняка видели, что даже если человек отличник, это не говорит о том, что он талантливый человек. Я помню, у нас в школе были отличники, они просто зубрили все днем и ночью. Но были такие отличники, которые все легко давалось. И были у нас такие двоечники и троечники, которые были гениальны. Но они получали плохие оценки. Как правило, гениальные люди очень недисциплинированные. Им все легко дается, поэтому они ничего не ценят. И, как правило, гениальные люди мало чего достигают в жизни. Поскольку их гений раскрывается, как правило, после смерти. Итак, также и среди преданных есть двоечники, есть зубрилы, есть гениальные. И вы наверняка замечали, что в школе очень важна дисциплинированность. Как бы все педагоги особое внимание уделяют посещению, уделяют внимание дисциплине, как человек себя ведет, как он общается и так далее. Поэтому всегда поведение, вы помните, такая оценка есть за поведение. Удовлетворительное, неудовлетворительное, там, хорошее, примерное. Итак, в духовной жизни поведение человека определяется таким термином, как послушание. Или брамачария. Брамачария или то, что называют таким термином, как садхака. Садхака. Послушник. В переводе на русский язык это послушник. Не слушающий, а послушающийся. То есть, как узнать, что он квалифицирован? Он то, что слушает, превращает в слушанье. Он действовать так начинает. Как увидеть, что человек внимательно слушает? Он так действует. Есть те, кто, как мы сегодня, помните, я рассказывал вам историю про золотую статуэтку, про три, когда толкают волосинку от Чемары в одно ухо, то из другого уха она выходит. Итак, есть такие люди, которые им в одно ухо говорят, и тут же из другого оно все выходит наружу. Есть те, которым говорят, и оно в ухо попадает, и изо рта исходит. Есть те, которые, когда толкаешь волосинку, оно через сердце, из пупка выходит. То есть, выходит как реализация, как деятельность. И так поэтому не надо идеализировать все или все обобщать, что все равны, мы все равны в своей духовной сущности, но во всем остальном мы различны. Мы даже различны в своих духовных вкусах и в своих духовных взаимоотношениях с Кришной. Поэтому я упоминал, говорится, Нила Расамри Тосинху, сколько живых существ, столько и взаимоотношений, непохожих друг на друга. И все эти взаимоотношения делятся на пять основных рас. Расы означают вкусы в отношениях. У каждого свой вкус в отношениях с Кришной. Есть такой вид, который называется Шанта Раса. Шанта означает восхищение великолепием Кришны. Какой Кришна прекрасный. Вот иногда вы слышите, что кто-то приходит и говорит, какие божества, какой духовный учитель, какие преданные. Но больше ничего. Поэтому это не Шанта. Потому что Шанта проявляется совершенно в другом. Это восхищение проявляется как Каана Окша. Каана означает, что чем чаще человек соприкасается с объектом восхищения, тем сильнее он притягателен для него. Это означает, что человек, который восхищается божеством, он все время думает о нем. Он все время пытается что-то сделать для божества. Он так восхищен, что он все время хочет сидеть, смотреть, созерцать это божество. Ему приносит это великую радость. Когда человек поднимается выше, проявляется дасья, желание служить объекту своего восхищения. Проявляется дасья. Вот почему, говорится, когда женщина имеет мужа, которого она считает героем, то есть восхищается, то несомненно в ней может проявиться естественная потребность в чем? В дасье, да. Поэтому, говорится, естественная потребность проявляется в служении только тогда, когда мы кем-то восхищаемся. Иногда мы восхищаемся ребенком. Поэтому он такой толстенький, такой кругленький, такой розовенький, такой бодя-бодя-бодя-бодя-бодя. И мы, ну вот там женщина держит ребеночка, она служит ему, он на ней не сидит. Вернее, он сидит на ней, но она на нем не сидит, потому что он не восхищается ей. Она восхищается ребенком, поэтому ребенок сидит на ней. Она служит, она стала креслом. Если ребенок захочет, она станет кем угодно, дюймовочкой, снегурочкой. Она станет деревом, будет изображать тигра, льва. Смотрите, в духовном мире также все это проявлено. Когда объект нашей любви хочет что-то, мгновенно тот, кто его любит, принимает любое положение. И также женщина, когда она кем-то восхищается, это означает, она испытывает это чувство восхищения, то за этим следует желание служить объекту своего восхищения. Не исполнять обязанности, а служить. Служить это значит как-то радовать объект своего восхищения. Тогда проявляется анукулья, желание наслаждать объект своего восхищения, желание удовлетворять объект своего восхищения. Как Рамануджи Ачари встретился с одним йогом, имперсоналистом. И этот йог, он сказал, я слышал, что ты великая душа, я очень много слышал о тебе, великий Рамануджи. Я хочу тебя попросить, научи меня полюбить Бога. Он был имперсоналистом. И он сказал ему, а ты кого-нибудь любишь? Он сказал, что ты, я не так глуп. Любовь это страдание, ты же знаешь, я йог. Он сказал, что ты никогда не любил женщину? Он сказал, я же еще раз тебе повторяю, ты меня испытываешь, наверное. Женщина – это майя. Зачем любить это все? Рамануджи совсем погрустнел и сказал, как же ты хочешь полюбить Бога, когда ты вообще еще не научился любить? Ты не любишь женщин, не любишь отца с матерью, не любишь детей. Как же ты можешь полюбить Бога? Ты хочешь достигнуть последней ступени, не взойдя еще даже на первую. Иди и полюби кого-нибудь. После этого только придешь. Итак, некоторые люди подавляют в себе это. И Кришна говорит, тот, кто искусственно удерживает свои чувства от объектов, есть притворщик. Нужно научиться, как правильно любить, как правильно соприкасаться, как правильно восхищаться, как правильно служить. Поэтому говорится Анукульена Кришнану Шиланам. Шиланам означает в четком соответствии с наукой. Любовь – это наука. Наука любви. Даже есть целая наука чувственных наслаждений, называется Кама Сутра. Это как свести к минимуму реакции за чувственные наслаждения. Как правильно наслаждаться, если у человека возникают кучи всяких фантазий. То, по крайней мере, как он может их реализовывать, чтобы получать минимальные реакции. Называется Тамаса. Когда у человека куча всяких проблем. Как в Бхагаватам описывается, когда человек хочет есть мясо. Когда он хочет убивать. Когда он хочет заниматься сексуальными утехами. Веды говорят, если уж прямо не можешь, то, по крайней мере, узнай, как это свести к минимуму реакции от этого. Как правильно это делать, чтобы к минимуму свести реакции. И, говорится, человек, который пытается исполнить даже свои какие-то очень странные желания. Но делает это авторитетно, в соответствии с писаниями. Он постепенно видит результат. И постепенно осознает, что знание – сила. Что сила вся в знании. Он привлекаться начинает знанием постепенно. И так он от одного уровня, там, Тамасики, невежество, переходит к другому разделу. Раджастика, страсти. Потом переходит к сатве. И постепенно поднимается до шутха сатвы. До чистой благости. До трансцендентальной науки. Как можно понять духовную энергию? Как в Библии Христос говорит, когда его апостолы спрашивают. О Господи, почему не говоришь нам о небесном? И он отвечает. Как могу говорить о небесном, когда земного понять не можете? Итак, мы все, несомненно, хотим слушать Лилы Кришны, что-то про Кришну, как он с Гопи вляшет, как они там обнимаются. Нектар всех этих взаимоотношений. Читать какие-то книжки, я говорю, которые великие личности даже не могут осознать. Но мы, несомненно, все очень продвинуты. Мы говорим о житии святых, христианских, мусульманских и так далее. Мы восхищаемся. Несомненно, мы восхищаемся. Но на каком уровне? И так существует восхищение в невежестве, в страсти, в благости. Есть истинное восхищение. И это истинное восхищение, то есть нематериальное восхищение, и называется шантой. Слово шанта означает нематериальное восхищение. Кто же может испытывать сейчас на нашем уровне нематериальное восхищение? Очень легко увидеть у пашанта. У пашанта означает предшествующее, то есть восхищение в гуне благости. С примесью страсти преобладает восхищение в гуне благости. Но там есть немножко примесь страсти и чуть-чуть невежества. И когда низшие гуны вычищаются, проявляется шанта. Чистая благость. Шудо саттва. И проявляется это восхищение. Но для того, чтобы увидеть человека, что он в шанте, мы должны понимать, что такое, когда он в гуне благости восхищается. И на сегодняшний день мы почти не обнаруживаем среди друг друга таких людей, которые бы хотя бы в гуне благости восхищались божеством. Это означает в гуне благости что такое? Просветленный, возвышенный, получивший знания, освободившийся от реакции прошлого, мудрый и религиозный. Мудрый и религиозный человек. Возвышенный, просветленный, освобожденный от реакции прошлого. В чем же выражаются реакции прошлого? В том, что у нас есть тяга к чему? К страсти и к невежеству. У нас есть тяга к страсти и к невежеству. И поэтому мы не можем осознать положение божества. Потому что знания приходят в гуне благости. Знания, как прекрасно божество. Вы можете видеть в Индии такие странные божества с позиции современного зодчества. Очень такие странные. Или как полюбить шелограммы Шилу? Очень сложно. Можно, конечно, писать письма, восхищаться. Там целое ведро шелограмм Шилы привезли, всем раздали. Теперь все в экстазе. Но для них это не больше, как Багстан Сарасвати говорил. Шелограммы Шилы для колки орех. Почему он так говорил? Что они поклоняются шелограмму Шиле с материальными желаниями. То есть используют шелограмм Шиле для семейного счастья, для денег. То есть это одно и то же, что используют шелограммы Шиле для чего? Для колки ореха. Какой-то материальной деятельности, глупость. Поэтому в гуне благости человек совершенно по-другому восхищен божеству. Он в знании находится, в очищенном состоянии. И он по-другому совершенно воспринимает божество. Его молитвы и желания совершенно иные. Он не использует божество для колки ореха. Для чего же используется божество? Он хочет знания. Он хочет проникнуть в тайную тайн. Духовную науку. Его интересует духовная наука. Почему нас не интересует духовная наука? Почему наши материальные желания становятся нашими целями? Есть люди в гуне благости. Как узнать, Капила говорит, у них нематериальные цели. У них есть материальные желания, которые они не возводят в ранг своих целей. Поэтому, если эти материальные желания не исполняются, они остаются спокойными. Тхира. Они становятся уравновешенными. Что же уравновешивает их? Гуна благости. Гуна благости уравновешивает гуну страсти и гуну невежества. Поэтому счастье это гуна страсти, а несчастье что это? Гуна невежества. Слава это страсть, а критика или хула это невежество. Почему же человек остается неизменным? Потому что он в гуне благости. Именно в таком состоянии человек может постигнуть природу божества. Начинать постигать природу божества, как оно прекрасно. С этого момента человек начинает понимать положение духовного учителя. Постигать постепенно положение духовного учителя. Поэтому не уменяется отношение к гуру. Абсолютно. Он никогда не забывает, что хочет духовный учитель. Что просил он. Он не пытается искажать его фразы. Не пытается заполнить наставления духовного учителя своими собственными измышлениями. Потому что он просветлен. Он возвышен. Над чем же он возвысился? Над мирскими ценностями. Он возвысился. Теперь это не ценно для него. Хотя у него есть желание, а не эти желания. Теперь уже что? Не цели. Пусть они будут. Поэтому в шастрах говорится, материальные желания и духовный прогресс полностью сочетаем. Но материальные привязанности и духовный прогресс абсолютно не сочетаем. И Шрила Прабхупада приводит пример, как люди хотели переплыть реку ночью. Они все запрыгнули в лодку. Один человек сел на нос, повернулся к ним лицом и стал их вдохновлять. Он был авторитетом, президентом лодки. Он стал говорить. И раз, давайте сотрудничать. И раз. И он вдохновлял. В общем-то у него хорошая лекция была там с носа. И они гребли, и гребли, и гребли, и гребли. И каждый думал, вот сейчас мы прямо сейчас стукнемся в берег, в тот противоположный. И они гребли. И столько сил было потрачено, столько энтузиазма. Все. Но постепенно светало. И вдруг они так стали бросать весла и смотреть ему за спину. Он сказал, что это такое? Давайте. Они сказали, не, не, не. Ты посмотри, что там такое. Оказалось, что они не отвязали веревку. Поэтому они остались на месте. Но столько энтузиазма, столько вдохновляющих лекций, столько сотрудничества и никакого продвижения. Вот почему говорится, духовный прогресс и привязанности материальные. Бессмысленно. Поэтому человек должен отказаться от материальных привязанностей. Что такое привязанность и что такое желание? Привязанность, когда вы не можете без этого обойтись. То есть привязанность, это означает материальное желание, возведенное во что? В смысл жизни, в цель жизни. Как мы говорим, потребности материального тела, еда, секс, сон и оборона. Кто-то говорит, ааа, да мы можем без секса там. О, сейчас очень модно кричать, что мы йоги можем без секса. Хорошо, ты можешь без секса. Ну-ка прекрати дышать тогда. Он говорит, при чем здесь дыхание? Хорошо, больше не ешь. Говорится, это четыре потребности тела. Еда, секс, сон и оборона. Вы знаете, в Библии очень интересная история описывается. Там было древо знания. И Адам с Евой подошли к этому древу знания. И когда Адам удалился вопрошать Господа, пока он там вопрошал, змей с этого древа знания сполз. И Кришна в Бхагавадгите говорит, есть древо познания, мула-пракрытый, или его еще называют, гьян-врыкша, древо знания. И говорится, листы на этом древе, ведические гимны, молитвы. А плоды, чувственные наслаждения. И так, с этого древа познания срывает змей, яблочко. Какое? Как яблочки называют? Райские. Как вы думаете, в раю чем наслаждаются? Сома-расой, которая позволяет дать человеку просто колоссальную половую потенцию. Пить и вступать в незаконные половые отношения. Пить для того, чтобы быть очень удачливым в сексуальной жизни. Сома-раса. И змей приходит к Авиевате, которая женщина, рожденная из огненного жертвоприношения. Что значит огненное жертвоприношение? Кто принес это жертвоприношение? С млечками описывается. Адама ее пожалел. Как вы думаете, почему говорят бес в ребро? Ну, вы потом многое поймете. Не буду заострять. А то Министерство Женщин меня свергнет. Как раз после 8 марта. Итак, это форма, это тело, не больше. Душа остается единой. Единая сущность, это душа. Но тело разное. Обусловлены по-разному все. Итак, этот змей берет яблоко и начинает Еве говорить вкуси плоды этого древа познания. И Ева соглашается. И она вкушает. И удивительно, что с ней происходит? Как вы думаете, она стала стесняться, что она ест? Стала стесняться, что она спит? Или она стала стесняться, что она обороняется? Что же больше всего ее забеспокоило? Как вы думаете? В Библии это описывается? Обнаженная. И что же она прикрыла? Грудь, лицо, попу, извиняюсь за выражение. Что же она прикрыла? Такая обнаженная. Что же она увидела обнаженным-то? Почему же она не стеснялась своего лица, плечей, грудь, живота? Говорится, она срам прикрыла. Чем же она прикрыла его? Это называется фиговый листок. А листья этого дерева, это что? Вот так вот они и прикрывают свой срам молитвами. Не они это, не я не имею в виду христиан, а люди. Люди. Так они пытаются прикрыться священными писаниями, не понимая их сути. И поэтому Каништха, он так же кричит. О, там, цитируют шастры, что все это женщины майя, секс это разруха и так далее. Явно в его речах куча много всего, что не связано с знанием. Антипатия. Он не может видеть трезвые вещи такими, какие они есть. Поэтому он думает, что секс это уже плохо. И мы с вами вчера обсуждали, что Каништха приходит к выводу, что не надо наслаждаться. Как вы думаете, откуда у Каништха столько критики, политики, неудовлетворенности всеми окружающими? Они удерживают свои чувства. Они все супер-брахмачари. Они все наиштхика-брахмачари становятся. Или урт-хварета. Они думают, они начитались книжек и думают, о, самое главное это хранить семенной фонд, на который, в общем-то, никто не посягает. Но у них начинается мания, что все посягают на этот семенной фонд. И они начинают избегать. Но они лицемерят. И так, Каништхи, когда они удерживают свои чувства, в первую очередь половую потенцию, они едят только просад, естественно. Так, где-то на Санкиртане можно что-то съесть, в киоске, когда никто не видит. А в храме ну только листья тулоси и только просад. Ну, опытные люди уже знают. Новички все очень серьезно меня слушают. Но опытные люди уже знают, о чем я говорю. Тот, кто давно уже здесь ест, они знают. Они знают, что я очень реализованные вещи говорю. и так они пытаются удерживать все. Оттуда порождается политика, неудовлетворенность, критика других религиозных систем, критика женщин, детей и так далее. Эти все гурукулы появляются с изнасилованием детьми, ущемление прав женщин в искон или там что-то еще опускают их ниже конвенционного люка и так далее. Почему? Потому что люди неудовлетворены. Они искусственно удерживают свои чувства от их объектов. думая, что они йоги великие. Кто-то пытается бросить жену, детей. Искон вообще всех победил по количеству разводов. Давно уже всех победил. это ужасно. Института семьи не существует. Это ужасно. Существует такое знание, которое разрушает семью. Арджуна называет это безобразием. Вага секс. поскольку люди подобны животным, они делают целью семейной жизни что? Секс. Секс. про упады говорит, люди даже хуже животных, потому что у животных нету абортов. Они не соображают, что как-то можно что-то такое туда вставить, или что-то наоборот, что-то как-то сделать, чтобы этого не было. они невинны в своей сексуальной жизни. Люди более ухищрены, более низкие, чем даже животные. Поэтому в шастрах их называют негодяи. Животное не негодяйство. Оно невинно в своих сексуальных взаимоотношениях, даже когда целая стая собак бегает за одной собачкой. Это животные. И то люди, видишь ли, там что-то кричат, там на них безобразие, а не ханжат. Потому что люди сами не лучше, они просто более искусно это что делают? Скрывают. Чем? Фиговым листком. Несомненно, они религии всегда прикрывают. Вот почему, когда я вам рассказывал эту историю, один пришел и хотел изучать Писание, и он сказал, он будет прикрывать что-то. И мы видим, как люди, когда у них проблемы, они начинают очень рьяно изучать что-то. И начинают об этом говорить, что-то там, как говорим, изучают что-то, чтобы прикрыться фиговым листком. Потому что тот, кто вкушает плоды древа знания, говорится, единственная причина, по которой живое существо не может вырваться из плена. Кандалами и оковами материального мира являются сексуальные взаимоотношения. А они проявляются только тогда, когда человек пытается наслаждаться плодами. Поэтому Библия очень авторитетное произведение. Парупада всегда говорит, тот, кто изучит ведическую концепцию, он может правильно увидеть все религии. И увидеть их что? Единство и различие. Не отличие, а различие. Как правая рука и левая рука, но прикрепленная к одному телу. Итак, все очень авторитетно. И когда живое существо вкушает плоды с дерева познания, мы сейчас здесь все находимся у древа познания, мы изучаем все это, и появляются плоды, и те, кто наслаждаются плодами, этого знания, они предлагают их Кришне, несомненно, у них возникают какие проблемы? Несомненно. Несомненно, сексуальные проблемы, и они в результате того, что наслаждаются плодами религиозности, они попадают в мир двойственности, в мир добра и зла. Вот почему они. То, что по отношению к ним приятно, они говорят, что это добро, то, что им неприятно, они считают это злом, поэтому они не находятся в равновесии. И тогда они становятся поборниками добра. Другие становятся поборниками чего? Зла. Так и идет эта вечная борьба. Вечная борьба добра и зла. Мы думаем, что добро это гунна благости. Нет, это страсть. Потому что добро чувственное. Вот почему Кришна сказал Арджуне, что все это счастье и несчастье, добро и зло рождаются из чувственного восприятия. Из чувственного. Это чувственно-умственный уровень, сентиментализм. Поэтому чем более похотлив человек, тем он более что? Правильно. Это говорится в йога, сутре, Патанжали объясняет. И самыми сентиментальными между полов являются кто? Вот почему понятно, что у женщин больше сексуальных проблем. В 9 раз женщина более озабочена сексуально, чем мужчина. Поэтому, говорится, женщина в 9 раз больше украшает свое тело, чем мужчина. В 9 раз значит сильнее ложное эго. И поэтому, чтобы защитить женщину, чтобы снизить эти проблемы, в Библии и во всех шастрах говорится, в Ведах говорится, что женщина должна служить. То есть, пытаться кого-то наслаждать. Действовать с желанием удовлетворить. Не удовлетворяться, а удовлетворять. Иначе она будет деградировать. Потому что ее шакти, кама-шакти в 9 раз сильнее, чем кама-шакти мужчины. Говорится, один половой акт для мужчины это вообще ничего для женщины физиологически. Это знают врачи. И то, что для женщины 9 половых актов, для мужчины вот это один. Поэтому женщины больше не удовлетворены. Когда они еще не знают своей природы, они думают, что нет, у меня меньше. просто они не знают об этом. И поэтому, когда половая потенция не удовлетворяется мужчинами, которые не знают законов религии, почему Арджуна беспокоится? Он говорит, что когда они прекратят соблюдать религиозные обязанности и находиться под защитой мужей, то они все станут причиной появления кого? Варна, санкары. То есть они похотливы станут, потому что никто их не будет обуздывать. они станут похотливыми и тогда они начнут бороться за равноправие. Они начнут эмансипировать, потому что выброса нету, половая потенция не занята, они никому не служат, кроме детей. А детям они не служат как авторитетом. Как авторитету можно служить только отцу, как авторитету можно служить мужу. И в старости говорится, только в старости женщина может принять авторитет старшего сына. Поэтому говорится, что женщина должна быть под защитой в детстве отца служить отцу обязательно, в юности или в молодости она должна быть служанкой мужа. И в старости она должна стать служанкой кого? Старшего сына. Если человек не понимает этих тонкостей, то у него также рождаются проблемы. Так и человек, когда, говорится, он сдерживает сексуальную потенцию искусственно, никому не служит, то она никуда не исчезает, она не трансформируется. Кама шакти не трансформируется в бхакти-шакти. Ванукулья сева только может трансформировать кама шакти в бхакти-шакти. То есть, служение называется только тогда, когда вы делаете что-то для удовлетворения своего объекта и делаете именно то, что его удовлетворило бы. Вы не являетесь мерилом. Исполнение обязанностей означает, вы мерите. вы говорите, я сделаю все, я готовил, вкусно, ешь. Вы готовите для языка того, кому вы готовите. Вы стираете так, как ему нравится, гладите так, как ему нравится, одеваетесь, как нравится. И тогда, говорится, эта потенция трансформируется. Через Анукулия Севу у женщины начинает развиваться что? Гуна благости. Служить это гуна благости. Служить это гуна благости. Итак, говорится, жена полностью разделяет реализацию мужа. Какого особенно? Когда муж служит кому? Богу, несомненно. поэтому для женщины было важно всегда найти мужа, который слуга Бога. Но женщины сейчас ищут мужа для чего? Чтобы он исполнил все ее желания. И мужчины, они не служат Богу, они служат своим чувствам. Как и женщины. Поэтому мы видим, что браки распадаются. И мы в своей деятельности также оказались неквалифицированы в этом. Мы очень много болтаемся. Мы прикрылись чем? Фиговым листком. Везде кричим о Боге, прикрываемся шастрами, но наши семьи разрушаются. Потому что духа служения еще нет. Нет еще духа служения. и так когда брахмачарь также удерживает или конечно удерживает свои чувства, то естественно неудовлетворенные чувства выливаются в политику, в сепаратизм, в критиканство, в идеализацию. И говорится, что сексуальная проблема никуда не уходит. Грубая сексуальная потенция легко сдерживается, но она вытекает как вода. Попробуйте сожмите воду. Вы можете сжать воду? Нет. Итак, когда человек сжимает свои грубые сексуальные желания, они уходят и превращаются в какие? В тонкие. Это желание славы, желание почести окружающих и так далее. И желание богатства. Вот почему человек, когда он не служит, мы можем видеть, он вроде не нарушает принципы, но у него желание машин, желание денег, он все ради пожертвований начинает делать, славы хочется, много распространять, чтобы все кричали киджай, ложную скромность изображать, чтобы все прославляли, что он такой смиренный. Как узнать, что человек нечиславный? Если вы не будете его прославлять, а даже более, будете его критиковать, он никаким образом не будет затронут. Но как узнать, что он просто искусственно удерживает? Суть не в том, что он вступает в какие-то грубые отношения. Нет, он просто никому не служит. Он исполняет обязанности, но служит он, продолжает служить своим чувствам. Вот почему многие санкертанщики в нашем движении, распространители книг, превратились, как вы думаете, в кого? в коммерсантов, желание денег. И именно в шастрах сразу было упомянуто, что тот, кто не трансформирует это, просто будет искусственно удерживать, но не будет этого духа служения, у него появится желание богатства, почести, славы и власти. И тогда они кидаются в политические все эти ходы. тогда они начинают общаться с коммерсантами. Вы никогда не замечали, как человек богатый появляется, вы все начинают обхаживать? Почему? Как появляется красивая матаджи? Пять. Все стремятся и проповедовать. Все стремятся много распространять, слава нужна. Много что-то делать, нужна слава. и так говорится хрен редьки не слащи. Это означает, что эти люди не квалифицированы, они коништхи адхикари. Они коништхи, они не квалифицированы, они не понимают, что вожделение трансформируется только в результате анукулия сэвы, когда вы кому-то служите. анукулия означает с желанием удовлетворить его. И только когда вы видите, что он удовлетворен, тогда вы счастливы. Тогда вы чувствуете, что вы послужили. И никогда свое удовлетворение не выдаете никому за то, что удовлетворен тот, кому вы так служите. Потому что так делает только конечно неквалифицированный человек. Потому что если у него была бы квалификация, он бы так никогда не делал. Почему? Он не враг себе. Говорится, ум может быть другом, а может быть врагом. Потому что ум называют Бхагавадгита Чанчала непостоянный и изменник, изменчив. И когда человек не подчинил свой ум желанием своего господина, его ощущением, его представлением, то ум становится врагом. И если бы человек был квалифицирован, он бы наоборот подчинил свой ум и чувство. Кому? Повелителю чувств. Индрием, Гришаке, Шесеву. Через кого? Через чувство гуру. Через чувство гуру. живое существо не понимает чем удовлетворить. Как удовлетворить? Что же удовлетворяет гуру? Один из учеников подпрыгнул и перед Шилой Пруппадой он очень много распространял книг и чтобы другим утереть нос он сказал Шилой Пруппада скажите что больше всего вас удовлетворяет? и он естественно ожидал что Пруппада скажет распространение книг Пруппада посмотрел на него и сказал меня всего больше удовлетворяет когда человек развивает любовь и преданность Кришне он был очень недоволен Шилой Пруппадой таким образом деятельность когда развивается любовь и преданность Кришне когда человек делает что угодно чтобы удовлетворить Гуру что угодно что позволяет ему развить в себе сознание Кришны не какую-то самость а сознание Кришны слуга не может говорить я буду это делать и все я сказал буду это делать и все я считаю что это самое важное говорили там те говорили те но мы можем не понимать кто что говорил потому что судя по тому как мы действуем у нас большие проблемы как народа сказал змея никого не убивай приду проверю через полгода пришел она выполняла эту миссию лучше всех прославилась в лесу как самая самая киджай и он увидел ее такая худая ободранная со сломанным зубом с выкачанным глазом шкура да пупа ободрана так и гуру нас застает таких похотливых завистливых сказал распространяй книги и мы вдруг странными какими-то предстаем перед ним обиженными оскорбленными привязанными и он говорит это как ты до этого докатился елкину змея сказала ну ты даешь ты же мне дал такое наставление вот пожалуйста смотри я строго следовало всему что ты мне сказал ты сказал никого не убивай иногда сказал глупая ты змея как они говорят товарищ не понял товарищу нужно объяснить что понимание еще нету кришна так и не дал понимание поэтому кришна говорит я даю понимание только тому кто служит мне только тому кто сделал меня своей целью я сохраняю все что он имеет и даю все ему что ему не достает не для счастливой жизни а для достижения этой цели а цель кто я и кришна говорит я цель метод и средства поэтому кришна говорит по моей милости ты преодолеешь все перипетии бытия мирского по моей милости только по милости кришны можно через что-то пройти как это там мукам корот и вачалам только по милости кришны и вишванат чакравар титхакур говорит милость кришны подразумевает бакта корунья милость преданного потому что кришна дает милость через своего преданного вот почему надо стать дасом вот почему женщины желая получить милость бога становились давидаси служанками даса они становились женами преданного и тогда всю реализацию они так же что все что получал муж автоматически получали они просто служа ему на уровне быта полностью девахути служила кордам имуне и пришел копила стал говорить и она обнаружила что она все понимает а понимание в результате чего пришло кому кардам а кто он был хакта бакта корунья она получила милость бога получила в результате служения своему мужу который был бактой так и ученик он получает милость кришны когда он служит его преданному гуру милость гуру проливается на того кто служит уполномоченным гуру и так далее даса даса ану даса га и прупада создает искон чтобы полностью отразить идеальную структуру духовных взаимоотношений с президентами с комендантами с секретарями с джи-биси там так шикша гуру дикша гуру вартмана гуру для чего чтобы мы научились что делать служить никто не сможет понять кришну не служа вот так вот вот почему романуджа сказал иди и кого-нибудь полюби потому что когда ты полюбишь проявляется какой аспект служение о и он говорит как же ты можешь познать Бога когда ты никого никогда не любил а Бога можно познать только через служение а ты никогда не развивал в себе ум и настроение слуги никого ни женщины ни ребенка ни отца с матерью ты никому не служил как же ты можешь сейчас познать Бога такой отреченный ты никогда никому не служил ты всегда служил только ради того чтобы кем стать господином а Господь Он один отсюда идет слово господин и так человек всегда сбит с толку и не может понять как служить поэтому конечно он сначала удерживает свои чувства а поскольку он испытывает неудовлетворение он в итоге говорится возвращается к чувственным наслаждениям потому что удерживает долго чувства золотых объектов что невозможно притворяться невозможно и тогда приходится что прикрываться чем вот это называется пракрита сахаджия когда человек начинает прикрывать свое вожделение чем шастрами писаниями и выдавать это за духовный прогресс за духовные реализации он просто скрывает свою похоть и тогда он пытается прикрыться фиговым листом потому что он наслаждается плодами здрева познания и поэтому еще нахрича кроварти такур говорит когда человек начинает прогрессировать к нему естественно приходят удача деньги почет уважение слава материальное все приходит к нему кама готова служить ему тхарма готова ему служить артха и мокша и если он начнет этим наслаждаться то он вкусит плоды этого древа которыми его соблазнил кто кали кали соблазняет плодами этой деятельности поэтому говорится что когда человек наслаждается плодами ему ни в коем случае не избежать сексуальных проблем и тогда ему приходится прикрывать свой срам и как ни странно в библии говорится что это фиговый листок с этого древа а листы на этом древе кришна говорит что шлоки шлоки стихи молитвы ведические гимны вот почему ему столько много шлок надо прикрываться и так конечно хочет к себе уважение это называется пуджа потому что конечно прекратил грешить как внешне внешне теперь органы его не грешат долго ли можно удерживаться если никому не служишь нет будет неудовлетворение поэтому вы не удивляйтесь что оппозиции появляются какие-то неудовлетворенные и так далее психические отклонения появляются будет это происходить всегда и только квалифицированный человек который имеет адхикару может понять почему что происходит с этими людьми почему так происходит почему какой-то ученик все боится снять шафран и одеть белое считая что грехаска это падшая личность может не понять и что же такое носить шафран это все атрибуты но нужно понять для чего я пою гуру пуджу каждый каждое утро преданные поют гуру пуджу для чего чтобы подчиниться если вы не знаете цели того что вы поете все это превратится в ритуальную деятельность ритуальная деятельность превратится в то что вы будете считать что тот кто каждый день ее поет продвинут а кто не поет не продвинут кто встает два часа ночи продвинутый кто встает шесть не продвинутый вы будете ко всему относиться с позиции ритуальной деятельности никогда не оцените мягкосердечие преданность человека вы не сможете ее разглядеть как Дакша он проклял народу Муни за что народу Муни сделал его сыновей брахмачариями и Дакша который олицетворенная карма Канда говорится карми следует так строго всему ритуалисты так строго всему следует что чистый предный даже не сможет так действовать карми такие ритуалы могут выполнять которые предный не способен даже охватить у него нет столько мозгов даже у предного может он на сознании держится у него нет такой жажды асад триж жажда материальных наслаждений нет такой жажды но пока есть жажда естественно будет человек кем ритуалистом в религиозной системе пока есть жажда но он должен понять цель ритуала когда нет внутри очень важно это хотя бы иметь где снаружи для чего я все делаю снаружи чтобы это появилось где внутри чтобы начало появляться внутри вот почему пропада говорит что сначала очень много правил предписаний и по мере прогресса эти правила достигают своей цели у человека появляется внутреннее все эти состояния приходят к нему изнутри и тогда в этом нет необходимости он кое-что делает лишь только для того чтобы поддерживать что опять это не исчезло но когда этого нету нужно это очень серьезно делать как мастер спорта он может поддерживать свое мастерство но поддерживать и развивать как вы думаете где больше трудиться надо чтобы поддерживать или развивать таким образом продвинутый преданый он поддерживать может что-то а не продвинутый ему надо что больше трудиться больше трудиться Как больной. Пропада приводит пример больного. Тоже очень много правил предписаний. Но по мере выздоровления необходимость в этих предписаниях отпадает. И человек иногда просто лежа с больными, делает это, чтобы показать что? Пример. Чтобы они не подражали. Потому что они больны. И они могут начать подражать здоровому. Поэтому их просят в стационаре находиться. А в стационаре все отбирают. Деньги нельзя иметь, потому что больные напиваются. Но вы не знаете об этом? Кто-нибудь есть врачи? Они постоянно там квасят эти больные. Особенно тем, кому это очень нельзя делать наоборот. Они пьют постоянно. Какие-то легочники все курят. Эти в венбольницах. Они постоянно там за забор бегают куда-то непонятно. Наоборот. То, что у них очень сильно. Поэтому там ничего нельзя иметь. Телевизор со стальки до стальки. Лекция о политических событиях. Ну, я так шучу немножко. Ну, вы можете понять. Пропада именно этот пример приводит больных людей. Они все одинаково одеты. Иногда, чтобы не завелись в ши, их что? Бреют. Иногда бреют для того, чтобы человек был отреченным. Чтобы никуда не свалил. Пропада иногда смеялся и говорил. Мы бреем голову, потому что мы в таком виде не пойдем в ресторан. И все это приняли как за истину. Пропада шутил. Потому что для них бритая голова, это факт. С такой головой никуда не пойдешь. Но брить голову не в этом. Не потому что ходить в ресторан. Вы думаете, что господь Итаня обрил голову, чтобы не ходить в ресторан, что я? Или Харидастра Курта? Это как все думают, что не есть мясо, это милосердие. Ну, это так же глупо. Или думают, что если я в азартных играх не участвую, я правдивый. Ну, что вы. Что вы. Это лишь начальные стадии. Хотя бы приобщить человека к чему-то. Приобщить. Это приобщают человека. Итак, Каништха. Можем понять, что с ним происходит приблизительно. Почему так действует Каништха. Почему он таким образом все время выкрикивает что-то. Но какой Каништха? Непослушный. Непослушный. Поэтому так важно в айдой и сада на бахте. Итак, человек может быть сбит с толку. Есть одна история. Каништхи. На дороге сидели два нищих. Один был Каништха Атхикари. А другой был Матхям Атхикари. И как это выразилось? Они собирали подаяния. Жили на подаяния. Ну, как настоящие монахи. Гуру им сказал. Идите. И они вышли на дорогу. И один протянул руку и стал кричать. Уповаю на царя. Уповаю на царя. А второй ему руку опускал и говорил. Ты что? Уповай на Бога. Матхям ему говорил. Уповай на Бога. Тот говорит, отстань. Уповаю на царя. Уповаю на царя. На лидера. На президента. Уповаю. Уповаю на лидера. Уповаю на президента. Матхям ему руку опускал. И говорит, ты что? Уповай на Бога. И тут царь мимо проезжал. Со свитой. И смотрит. Два сидят. Брахмика. Брахмачария, в смысле. В шафране. Белый низ и шафрана вверх. Комбинация такая. В шастрах их называют упа-курвана брахмачария. Которые только и думают, как жениться. И поэтому изображают из себя отреченных, чтобы привлечь внимание женщин. Потому что женщины особо привлекаются. Какими? Отреченными, да. А поскольку женщины не соображают, то отречен-то. Они думают, раз в шафране, вот он неженатый, значит, самый отреченный. Они тоже, кстати, неквалифицированные. И он опять руку протянул и увидел царя. Уповаю на царя. О, царь-бадюшка, так сказать. О, великий. О, Нара-Нарайна. О, ты не зашел. О, лотосные стопы царя. Уй-ай-ой-ой-ой. Бах-бух-бултых. Ну, в общем, такое. А тут все время его за руку тянет. Уповай на Бога. И царь проезжал так. И раз ему не очень понравилось это, что ему не понравилось? Уповай на Бога. Потому что царь же, он же даже олененка спасти может. И царь так подошел, посмотрел на того, который, говорил, уповая на Бога. И дал тому, который уповал на царя, горсть золотых монет. И так посмотрел на того, который уповал на Бога. И говорит, хариболь. И они уехали. Тот подумал. Ва-а-а-а. Ва-а-а. Как Буратинов. Теперь я куплю сток курток для Бабы Карла. Квартиру маме, там то-се, вышлю там родственникам. Куплю себе новый плеер, красавки, барабан, саблю и щенка-бульдога. На следующий день царь возвращался из того места. И смотрит, этот сидит с барабаном, саблей, значит, щенок-бульдог, значит, красавки у него на ногах. Уповаю на царя, уповаю. А тут опять такой, белый низ. И он говорил, уповай на Бога, уповай на Бога. И царь сказал своему одному подопечному, остановимся. Они остановились, сошли за коней. И он сказал, у нас есть коровая хлеба, ну, вулка хлеба. И сказал, да, есть. И царь туда драгоценных бриллиантов натолкал в хлеб. Много золотых монет. И один бриллиант был целое состояние, а он целую кучу туда, несколько десятков бриллиантов натолкал. И очень много золотых монет. И он вышел из-за коня. И опять подошел. И тот, говорю, уповай на Бога. Замолчал так и смотрит на царя. А тот, ваше величество, лотосные стопы, вы не зашли, вы необычная личность. Ну, знаете, короче говоря. Я думаю, вам знакомо это чувство. И царь так, на того, который уповал на Бога, так на него посмотрел. И дал этот каравай тому, кто уповал на царя. И уехал. Тот был так счастлив. В следующий раз царь возвращался и думает, что же там происходит. Смотрит. Тот уже со старым дырявым барабаном сидит. Сабля у него уже такая. Сабли нету, одни нужны. Кроссовок нету. Продал все уже. А того, который уповал на Бога, вообще нету. Царь подъезжает. И тут. О-о-о-о! Ну и понятно все. Ваше величество! Вы самый великий из всех великих! И он говорит, а где этот-то? Он говорит, да я не знаю, что-то он, падла, разбогател вообще. А где булка хлеба, которую я тебе давал? Он говорит, так ты дал мне, а я потрогал. Он такой тяжелый. Я думал, сырая, плохо выпеклась. И я дал ему. Говорю, на! Что за булка хлеба мне не нужна? У меня еще были деньги? Он взял, говорит, спасибо. Бог подал. Пошел, отдал жене. Жена стала резать. И обнаружила. Большое богатство. Теперь они живут счастливо. Ваше величество, подайте, пожалуйста. Царь постоял, посмотрел на него. Взял его за руку, убрал руку и сказал. Дурак ты! Не уповай на меня. Уповай на Бога. Харе Кришне. Но существует иная, вечная, непроявленная природа. Она лежит за пределами материального мира, который то проявляется, то исчезает. Эта высшая природа неуничтожима. Когда все в материальном мире разрушается, она остается нетронутой. Пожалуйста, может быть, есть вопросы какие-то? Различить можно только тогда, когда есть разум. Мы должны знать функции. Функции сознания. Функции ложного эго. Функции разума и функции ума и чувств. Когда мы не знаем функции. Когда мы не знаем функцию всего, что с нами происходит. Когда мы не знаем. Ты знаешь функцию правой и левой руки? Называется правило правой и левой руки. Зачем левая рука? Ну вот, видишь. А ты еще хочешь понять что-то? Почему у человека два уха? Правая и левая. Ну правильно. Это прямо ты с той сказки. А зачем зубы? Чего бы сожрать тебя? А зачем две руки? Чтоб обнимать вас. Зачем две ноги? Чтоб ходить к вам. Факт. Надо узнать о функциях. Каковы функции сознания? Что происходит, когда сознание включает? Что происходит, когда в уме? Что возникает? Как действует разум? Функции. Есть форма предмета. Есть свойства предмета. Есть качества предмета. Все так. Нужно познать, чем все это отличается друг от друга. Тогда ты сможешь понять. Если ты не знаешь, в чем разница между сознанием и разумом. Не сможешь понять этого. Также человек, когда он не может различать, где экстаз, а где сентиментальность. Он, значит, должен узнать, где не экстаз. Что такое экстаз? Ты вообще знаешь, что такое экстаз? Ну, как же ты хочешь его различать? Как ты будешь это различать, если ты не знаешь? А, чтоб я сейчас тебе дал информацию, как различать. Поэтому надо учиться. Должен узнать об этом. Сейчас я не могу этого сказать. Знаешь, как один мудрец зеленый орех взял и сказал можешь вытащить оттуда ядро, не потревожив ядро? Он сказал нет. Что скорлупа плотна к ядру, и скорлупа мягкая. Если ее содержать, то потревожишь. И он сказал, почему? Он сказал, потому что плод незрелый. Он тогда взял другой орех зрелый и сказал а сейчас можешь так сделать? Он говорит, конечно. Разломил и вытащил ядро. Вот точно так же и продвинутый человек. Вы можете что-то внешнее разорвать, и его это не тревожит. Но если он не зрелый, все, что вы внешне делаете, так же тревожит его. Это что? Он осознает себя кем? Телом. И когда в теле проявляется какое-то возбуждение, он это принимает за что? За экстаз. За экстаз. Не принимаешь даже? Ну, хорошо. Вот это и есть. Поэтому нужно понять, что такое функция ума, что такое материальный ум, что такое материальный интеллект, что такое истинное эго и ложное эго, в чем различие между ними, к чему стремляется эго и к чему стремляется ложное эго, посредством чего действует разум, ум, чувство. Все это надо узнать. Видишь, столько лет мы с тобой общаемся, и ты сейчас первый раз задал такой вопрос. Экстаз, видимо, хочется очень сильно. Нет? А что? Прогрессировать. Ну, а значит, все это изучить. Изучить. Кришна в Бхагавадгите дает, как раз вот мы сегодня по Бхагавадгите читаем, он объясняет, что такое чувство, что такое ум, как их занимать, что такое разум, что значит различать. Как ты можешь различать гуны материальной природы? Умом? Разум. О. А человек может ощущать влияние гун? Да. А ощущение, это функция чего? Ума. Ума, правильно. Так как же разумом различать? Ты знаешь об этом? Из-за знания. Итак, знание, когда разум получает знание, он становится сильным. И разум начинает пронизывать что? Ум и чувство. Разум начинает действовать через ум и через чувство. Но когда в разуме нет знания, тогда чувство действует через ум на что? На разум. Все наоборот. Очень просто. И тогда объекты оказывают сильное влияние на чувство, которое окажет сильное влияние на ум, которое просто элементарно убедит и заставит это принять что? Разум. Все очень просто. И поэтому такая цивилизация, она все на объектах чувств строит. Самое главное спустить общество до уровня объекта чувств, чтобы было легко управлять ими. Колбаской помахал? Все, проголосуют. Земля крестьянам зовут рабочим. Все сразу. Объектами. заманить объектами чувств. Даже не самими чувствами, а объектами. Повлиять через объекты на чувства живого существа, которые находятся на каком уровне? Слуга чувств, да, на чувственном, сентименталист. Поэтому похотливая система, она всегда связана с этим. Поэтому свобода, секс, голубые всякие, все это пропагандируется. Свободный секс, ничего, разводы, то, все, да нормально. Рожать детей без мужей, то, сё, какие-то государственные мужи, всё остальное. Целомудрия нету, всё. Раз нет целомудрия, всё уничтожается. И женщины, и мужчины все они целомудрины. Поэтому так важно ашрама. Слово ашрам подразумевает внутренне, как правильно взаимодействовать между полами. Говорится, это унижение, рассматривать противоположный пол как лишь источник удовлетворения своей половой прихоти. Это унижение. Если женщина так смотрит на мужчину, что он должен давать ей деньги и сперму ребенка, то она смотрит на него не лучше, чем как на быка. Если мужчина смотрит на женщину, что она просто должна ему стирать и готовить, то это также унижение. Также унижение. И что она должна просто удовлетворять его сексуальные потребности и молчать. Нет. Поэтому мы видим, что институт семейных взаимоотношений очень зыбкий. Разрушается. Потому что все эти браки в гуне невежества, вся их надежда на созидание направлена лишь на разрушение. Поэтому все, кто они женились ради того, чтобы созидать, надо опытных людей просто поспрашивать вам. У нас много многоопытных людей. Вы поймете, что такое экстаз. Надуманный. Сонат много с вами говорит, предное служение это не надуманный экстаз и не сентиментализм. Можно себе надумать экстаз под влиянием чувств. Чувства возбудились и вы думаете, вот это возбуждение и есть что? Экстаз. Нету эмоций к чему? Экстаза нету. Экстаз это вторая ступень в предном служении. Первая ступень называется садхана вайтхи бакти. Регулируемое предное служение, которое должно привести к предному служению в экстазе. А предное служение в экстазе приводит к предному служению из любви. Одно приводит к другому. Так не происходит, что сейчас кто-то будет в экстазе. В результате очень глубокой сэвы человек может достигнуть экстаза. Только в результате глубокой. То есть результатом садханы вайтхи бакти появляется экстаз. Если ты никому не подчиняешься, у тебя нет садханы, как же можно ждать какого-то экстаза. Можно, конечно, если вы следуете наставлениям. Да, несомненно. Сэва? А ну кули сэва. А в экстазе точно так же служит? Не для своего экстаза это служит. В экстазе. Экстаз, что кто-то в экстазе. Вот откуда экстаз. А не то, что я в экстазе и плевал я на того. А вот ничего, я в экстазе. Гуру, я достиг экстаза. Вы не рады? А я вообще счастлив. Похоже, вам надо мне предаться, потому что я в экстазе. А вы еще нет. Что? Надо восхищаться. Вы должны увидеть это. Не надо завидовать. Не надо завидовать. Как избавиться от зависти? Кто знает, зависть откуда проистекает? Правильно, из привязанности. Из привязанности. Зависть возникает из привязанности. Чему же завидует живое существо? К тому, к чему оно привязано. Кто-то завидует славе, кто-то завидует. Чему угодно. Поэтому говорится завистливые и злонравные, низшие среди людей. В 16 главе Бхагавадгиты Кришна их так называет. Завистливые и злонравные, демоничные люди. Они очень завистливые и эта зависть перерастает в злонравие. Из зависти они так действуют. А завидуют они почему? Из-за привязанности. Им кажется, что кто-то наслаждается больше, чем они. они думают, что тот, кто что-то имеет, он наслаждается. Поэтому они начинают испытывать антипатию. Хотят взять эти источники чувственного наслаждения. Говорится, демоны они очень завидуют преданным. Они не завидуют Кришне, потому что не понимают положение Кришны. Кришны. Они завидуют преданным особенно. Демоны всегда завидуют преданным. Говорится, что Дурьядхана он не завидовал Кришне, потому что чтобы завидовать Кришне, надо по крайней мере понять, что он верховный наслаждающийся. А это только преданный может понять. Он не понимал положение Кришны. Он считал его гениальным человеком чем угодно. он был сам гением. В Бхагавдгите говорится, Дурьядхана был гением политики и гением дипломатии. Гением. Знаешь, что такое гений? Который парадоксов вдруг. был гением. И он думал, что Кришна такой же гений. Поэтому зачем завидовать было? Потому что Кришна не был гениален в политике и в дипломатии, поэтому нечем было завидовать. Поэтому Дурьядхана не завидовал Кришне. Но он очень завидовал Арджуне, очень завидовал Накули, Сахадею. Особенно он завидовал Пхимит. Особенно. Потому что качество проявлялись. Мы иногда завидуем качеством. Кто-то завидует объектом, а кто-то завидует качеством. Благодаря этим качествам человек объекты какие-то имеет. Вот как допустим преданный, к нему приходит слава, приходит материальный достаток, приходит чувственное наслаждение. И мы можем начать завидовать этому. Таким образом мы завидуем чему? Качеством человека, его преданности. А качество преданности это также качество кого? Потому что живое существо духовно качественно равно кому? Кришне. Таким образом мы косвенно завидуем Кришне, завидуя преданному. Или вообще мы завидуем любому, кто наслаждается больше нас. А кто больше всех нас наслаждается? Кришна. Видишь? Поэтому мы забыли. Поэтому друг другу мы можем завидовать. Но зачем завидовать? Надо просто продвигаться и все. Все достижимо для всех. Помнишь, я про платок рассказывал? С узлами и без узлов. Нет, на тебя не было. Ученики очень завидовали гуру. Они думали, какая слава. Но он им сказал, зачем вы мне завидуете? Просто развяжите узлы, и вы будете такими живут. Не больше. Что ты хотел спросить? Я вам не завидовал, он просто привлекся качественно. Да. Он привлекся. Завидовать и привлекаться это разные вещи. Зависть выражается еще раз говорю в злонравии. А привлеченность в том, что человек следовать хочет таким же путем. Привлекается. Тот, кто завидует, он критиковать начинает. Болтает всякую чушь. Пытается очернить, как в историях есть, как Адвайте Ачария, один завидовал его успеху проповеди. Но он был брахмачарием, а Шриваса Ачария был грехасхой. И он был так успешен в проповеди, что люди всегда на него ссылались, говорили. Это естественно. Тем, кем мы вдохновляемся, мы ссылаемся на него, говорим о нем туда-сюда. И его это задевало. И он считал, что грехасха не может быть продвинута. Но он видел результат и он завидовал. Когда он проповедовал, никто так его не почитал. Как бы он себя не вел, его не почитали. Потому что ложное эго, оно не привлекательно. Только привлекательно сознание Кришны. И Шривас Ачария был привлекательным для людей. Люди ему жертвовали, там, то, да, и все дело. И такая зависть у него была. Что он взял и в парфенарий поклонение дурги ему там подложил. Чтобы люди утром вышли и увидели, что как будто бы он как тантрик какой-то. Что он тантризмом занимается. Что он там всякие бубни, всякую фигню. И все остальное. И с завистью он завидовал. И когда Шривас Ачария он вышел и увидел это все, он стал кричать люди смотрите и опять всю ночь занимался там тантрами и все начали хохотать. Никто не поверил. Потому что они очень хорошо знали его. Пожалуйста есть вопросы? Утром на лекции вы говорили, что человек до посвящения повторяя святую имя не оказывает душу для влияния на какие-то вещи. Значит какие-то другие? На душу это оказывает влияние когда человек слышит это из уст возвышенной личности. Это оказывает на душу влияние. Но его собственное повторение оказывает пока еще может он не чисто воспевает. Чистое святое имя оказывает влияние на сознание сразу. Но оскорбительное воспевание на сознание не оказывает влияние. А другие процессы? На кармические какие-то это говорится определенные процессы происходят. Но говорится слушать святое имя из уст материалиста это одно и то же что пить отравленное молоко. Поэтому конические они везде воспевают в автобусах в трамваях везде кричат Харе Кришна всем Кришна Бог они Кришна всем впихивают. И поэтому они совершают оскорбления. Они распространяют славу святого имени неверующим. И они даже не знают что из-за этого их духовная жизнь также накрывается медным тазом. Поэтому всегда просят неофитов пожалуйста не проповедуйте своим родным близким ни оскорбления не наносите. Потому что проповедовать тем кто в это не верит это оскорбление потому что они начинают что делать критиковать начинают наносить не надо этого делать. Я не знаю это все уже как бы modern talking modern осторожно modern я понимаю что когда люди подготовлены к чему-то вы им даете иногда я эти бумажки вижу в туалетах где-то там еще такой смысл пропада избегал это если вы человеку дадите он не сможет это выкинуть так вы скажете вот есть мантра не веришь не надо он не может взять эту мантру которую вы сказали отсюда вытащить и подтереть ну и когда вы даете бумажку может ее порвать выкинуть бросить святое мы также становимся оскорбителем попадет в хорошие руки ладно еще но в основном люди эти бумажки выкидывают когда вы где-то на программе раздаете чтобы люди пели это совсем другое они уже слушают что это священно они подумают как же а куда нам дети возьмите себе пусть у вас лежит и они уже как-то более но когда вы просто всем рассовываете рассказывать о славе этого имени это оскорбление говорить о славе святого имени неверующим в славу святого имени они могут верить в бога но они могут не верить что в славу святого имени это оскорбление Поэтому важно действовать под руководством Даже то, что ты спрашиваешь, это говорит о том, что ты не получал никакого руководства в этом отношении Наоборот, может быть, какое-то другое получать Когда мы слушаем неквалифицированного человека, он даёт нам неквалифицированные наставления Понимаешь, да? Квалификация в чём? Это находиться вблизи А близость – это не телесная близость, а близость в сознании То есть находиться вблизи наставления Вблизи стоп, упанишада означает находиться вблизи с гуру А ученик сближается с духовным учителем, когда он делает то, что хочет гуру, а не делает то, что хочет он Улавливаешь, да? И не внешне, а внутренне Потому что есть внешняя деятельность, и нас учат, как внутренне её делать и так далее Какие мотивации преследовать и какова цель Иногда человек принимает внешние, но полностью не принимает умонастроение этой деятельности Не принимает мотивы этой деятельности И тем более цели эти не принимает Улавливаешь, да? Он ставит своё умонастроение, свои мотивации и цели свои ставит И он думает, что все думают, что он подчиняется гуру Но внешнее подчинение это всё Это только неквалифицированный человек может думать, что этот человек находится под руководством гуру Но квалифицированный в первую очередь обратит внимание не на то, что он делает Делает ли он в правильном настроении, с правильными мотивами, с правильной целью И это тоже существует Как сразу распознать это? Но это приходит с опытом Как говорится, как мать Опытная мать, она по плачу ребёнка определяет Какой плач каприз Какой плач попал в беду И какой плач что? Баловство Она просто на слух прямо определит Так и квалифицированный человек Он будет с вами рядом находиться, слушать, что вы говорите, как вы говорите И он определит это всё быстро Как человек, который определяет, различает просад Различает кармическую деятельность от предного служения Различает коничку от матхямы Различает, кто в уцаха май от гана таралы От таранга рангини и в ютха викальпа Вика кавихальпа от виша и сагары Он может различать преданных Тогда он может понять, о чём он говорит Такое беспокойство ума, он сразу ставит диагноз Но он не будет вам говорить об этом Он будет говорить, как вы можете достигнуть успокоения ума Уравновешения Поэтому для того, чтобы уравновесить человека, нужно занять А человек может заняться только тогда, когда он вас считает авторитетом На что-то вы должны ссылаться Он должен знать, что вы авторитет Что вы говорите авторитетные вещи Есть история, как к одному царю попала информация от одного мистика Он сказал, что когда вайшнав воспевает святое имя Или поёт баджан для Бога И играет на ситаре Знаете, да, ситара что такое? Ну, гитара Хитара называется Бхагавад-гита Хита это означает песнь Ара означает солнце Хитара Вот Бхагавад-хита Гита Это гита Гита означает пение Ира солнце Говорится, что Кришна поведал Бхагавад-гиту Богу солнца У Бога солнца описывается этот сваямвар У него семь лошадей Семь коней, которые олицетворяют Семь световых гам А эти световые гаммы Приводятся Трансформируются в семь звуков Которые ноты До, ре, ми, фа, соль, а, си Так появляется музыка И все эти ноты Они на самом деле Поют что? Бхагавад-гита Да Бхагавад-гита Поэтому есть гитара Поэтому он говорит, что первым я поведал Это Богу солнца И вот он играл на ситаре И, вернее Он узнал информацию, что тот, кто играет на ситаре И баджины воспевает Отнара даже в основном это делает Вина, ситара И Если рядом положить Ситару Даже если кто-то не будет ее касаться Когда Великая личность Начнет играть На ситаре То та ситара Которая будет лежать рядом Просто лежать на земле Она начнет играть И петь В торе Игре и пению Великой личности Только в руках великой личности И тогда этот царь вспомнил Что у него при дворе есть Тенсен такой был Министр И он играл на ситаре Он его позвал и сказал Ты можешь так играть на ситаре Чтобы другая ситара Начала сама играть И петь то, что ты поешь И то, что ты играешь Он сказал Не, я-то не могу Он сказал Вот елки Я-то думал Ты самый продвинутый Тьфу, елки Он так расстроился И он говорит А кто-нибудь ты слышал? Он говорит Да Я знаю Вот у меня есть гуру Его зовут Харидас Он может играть так Он сказал Ты-то почему не можешь играть? Ты же так здорово играешь Он говорит Ну я-то играю Сам же знаешь зачем Ты мне платишь хорошо Меня содержишь Прославляешь Люди мне аплодируют Считают меня великой личностью И это меня вдохновляет играть Но мой гуру Вдохновлен Господом Он играет Не для денег Не для славы Не для женщины Не для последователей Он Вдохновлен Божественным вдохновлением Поэтому Он не придет И не станет играть для тебя Он будет играть Только для Кришны И он сказал Я хочу это увидеть Я хочу убедиться Что это так Не может ситара Играть сама Не верю Он любопытный был И тогда они отправились К этому Духовному учителю Он жил на окраине Одной маленькой деревни В шалаше И они спросили Живет такой? Да живет Он поет О поет Вообще Мы все плачем Почему? Потому что мы думаем О боже мой Почему мы забываем О боге так быстро Но каждое утро Он нам напоминает Когда мы слышим О пение То наше сердце Начинает молиться Кришне И мы думаем О боже мой Как мы привязаны К своим детям К женам И отречение В нашем сердце появляется И мы начинаем служить Но к вечеру И мы ждем этого утра И он поет С трех до четырех Утра И тогда они Сели В кустах Недалеко от шалаша Чтобы он не видел их Потому что если он будет знать Что кто-то специально Пришел экспериментировать Он не будет этого делать Они положили вину На землю Вдалеке от этого хижина Сели в кусты И царь Он бодрствовал До трех Говорится то Что для мудреца ночь Для дурака день А Тен Цен Он спал наоборот И когда царь Стал клевать Тен Цен проснулся Он был браманом И он расшевелил царя Царя Да-да-да И тут Харидас запел И заиграл на ситаре И вот чудо Что они увидели Ситар стал играть сам И Харидас запел И ситар стал петь И царь был вообще В таком Он никогда не мог В это поверить И он встал И когда он стал Слушать эту музыку Сначала удивление Восхищение перешло Удивление в восхищение А восхищение Переросло в реализацию Глубокую И вдруг его сердце Ему стало так стыдно Что он так привязан Ко всему Что он все время Богу служит Только для того Чтобы врагов у него Было поменьше Больше богатства То-се Что было все хорошо Дома Дети, жена Там все Утварь, кастрюли Новую резину Надо поменять Ну то-се Очень много чего Машину надо поменять Ёлки такую Сами понимаете Какая трансцендальная деятельность Поменять машину Столько Извините Я очень занят Ему стало И он плакал Сидел Так же Тенсен плакал Думал Боже мой Когда я Очищу свои мотивы Я играю на ситаре Как гуру Для чего Поэтому мы иногда Тоже распространяем Книги Что-то делаем Как гуру И всем даже Рассказываем Что наш гуру Но все по-другому И Когда они Отправлялись домой Они были под впечатлением Таким сильным Они оба молчали И царь сказал Тенсену Ты что возле меня Все время вьешь-то Он сказал Как вы Мой господин Он сказал Давай-ка иди от меня Иди к своему гуру Ибо даже Бездушный предмет Рядом находясь с ним Начинает петь То же самое И играть И такое же влияние Оказывает Он сказал Иди находись рядом с гуру По крайней мере С тебя будет больше толку Итак Ученик точно так же Когда он Находится вблизи Игры Духовного учителя Это не означает Физически А имеет такой же мотив Что же сближает Ученика с гуру Преданность Какая Чем чище преданность Тем ближе Ученик кому Гуру Потому что гуру Поставил своей целью Сделать вас Какими преданными Нас всех Чистыми Чистыми И чем чище Преданность наша Тем мы более Сближаемся С духовным учителем И чем мы находимся Вблизи Через посредства Служения С гуру Тем через нас Это начинает Так же что Звучать И играть И люди Слушая нас Так же Начинают вспоминать О Боге О том О сём Почему Потому что кто-то Просто Сблизился с духовным Учителем Не физически А в мотивациях С сознанием Поэтому через него Поэтому говорится По милости Кого? Гуру и Кришны Кем же вдохновлен Был Харидас? Кришной А они кем вдохновлялись? Не Кришной И не гуру Они вдохновлялись тем Что они видели чудо Какое? Что бесполезный предмет Играл Пел И когда они стали Слушать Его Они вспомнили О Боге Так как какая-то Бесполезная личность Через неё может Так же Она просто Предаётся И через неё Начинает Действовать Кто? Бхагавад-гита Песнь Бога Кто вкладывает Это величие В предного? Сам Кришна Сам Кришна Поэтому говорится Все совершенные молитвы Составителем всех Совершенных молитв Является сам Кто? Кришна И он вкладывает В сердце Своего чистого предного Все эти стихи Молитвы Это и называется Песни Вайшнау Ачариев Который составил Кто? Кришна Он поэт Поэтому он говорит Я талант в человеке Еще пожалуйста Вопросы Из шести Госпании Бриндау Это главный Это группа Госпании Но он считал Своим духовным Учителем Саматами Госпании Потому что Взаимоотношения Есть разные Духовные учителя Из Шикши Из Дикши Из Вартмана Он считал Что Санатана Получает Больше милости От Господа Читания Поэтому он Таким образом Себя вел Именно поэтому Когда кто-то Получает Больше милости Мы считаем Эту личность Более продвинутой Чем мы И в этом Милость Для нас Это милость Кришны Способность Видеть Чью-то Большую Квалификацию Даже если он Наш брат Или он Нас младше По возрасту Или что-то еще Больше смирения Да Да По должности Он просто был Старшим братом Не больше Но он Рупа Манджари Главное Гопи Он главное Гопи Манджари Под его Руководством Служат все Гопи Манджари Под ее Говорится Рупа Манджари Воплотилась Как Рупа Госвами Здесь Есть история Еще более Интересная Когда Сын получил Раньше Посвящение Чем отец И отец Стал Слугой Сына Духовным То есть Он Выбрал своего Сына Духовным Куратором Шикшу Стал от него Принимать И когда люди Говорили Как же это же Твой сын Он сказал Ну и что Он раньше Меня получил Милость Поэтому Мой Материальный Опыт Он Не сравнится С его Духовным Положением Когда люди Не могут Неофиты Или Каништхи Они всегда Вперед Выставляют Свой материальный Опыт Можем Видеть Материальный Такт Дипломатию Материальный Этикет Материальное Все Материальное Материальное Вперед Образование И так далее Поэтому Они как правило Склонны Оскорбительно Относиться К духовным Продвинутым Личностям Они не различают Для них должность Вот президента Они понимают Ну вот президент Но когда они узнают Что президентом Плохое образование Там или что-то Он не знает языка Им сложно понять Это всегда Происходило Во все времена Поэтому Они наносили Очень много Оскорблений Вайшнау Которые были Академически Не образованы Они думают Что материальное Знание Делает Человеку Честь Материальное Знание Является Препятствием Духовного Знания В основном Говорится Материальное Знание Развивает В нас Желание Чувственных Наслаждений Развивает Нас Эгоизм И усиливает Нет По отношению К Богу А духовное Знание Устраняет Эгоизм И усиливает Да По отношению К Богу Поэтому для одних людей что-то препятствует, а для других это благо. Поэтому мы должны понимать различия между разными уровнями сознания. Говорится, чем больше человек обладает знанием, тем он более чист и более смиренен. Как узнать, что человек образован? Чем больше у него образования, тем он больше понимает, что гордиться это невежество. На сегодняшний день мы видим всяких доцентов, кандидатов, наукдокторов, профессоров. Они очень гордятся. Поэтому их пропадает, говорит ученые, кто? Ослы. Они не имеют знания. Это не знание. Знанием называется гиана, а они лишены гианы. Они даже не знают о существовании полубогов. Многие из них даже не знают, что есть духи. Какие-то маленькие духи. Они даже не знают, что есть предки. Говорится, в невежестве поклоняются духам и предкам. А эти кому поклоняются-то? Они даже этого не знают. Они поклоняются великим личностям и демонам. Все у них там Ленин впереди, всегда молодой с кепкой. И юный октябрь впереди у них. И они так привязываются к этому. Ужас. Великая личность их интересует. Махатма, Ганди, Ленин, Гитлер, кто угодно. Прупада, когда комментирует этот стих, он говорит, я знал одного человека, который поклонялся Гитлеру во время войны. Потому что благодаря войне он сколотил себе огромные состояния. Это он по поводу тем, кто в гуне страсти поклоняется великим личностям и демонам. Великие личности это те, кто созидают что-то материальное. А демоны это те, кто созидают ради разрушения. И он приводит в пример Гитлера. Как кого? Как великую личность или как демона? Как демоничность. Как демона. Разрушители. Но в гуне страсти. Поэтому они читают. Майн камф. Сейчас даже в России можно найти в магазине Майн камф. Моя война. Почти. Бакут Гитто они говорят. Скинхед. Бритоголовые. Это все. Расизм, нацизм, национализм. Это все евгенианство. Фашизм, это все. Ничего общего не имеет духовной науки. Как только мы говорим о половых, национальных, расовых, религиозных различиях, мы сразу стаскиваем человека на уровень материальной концепции. Сразу. Поэтому Прупады говорит, именно с этой целью мой духовный учитель открыл международное общество сознания Кришны. Международное общество. Что все души все просто по-разному обусловились. Не больше. Пожалуйста, вопрос, если есть еще. Пожалуйста, может быть, мой вопрос. Я уже простил. А я алкоголик. Естественно. А я душа в теле алкоголика. Хорошо. А вы не волнуйтесь просто, и все. И тогда я вас не собью. Спасибо. Я постараюсь не волноваться. Дайте практический совет. Что делать в душе в женском теле? В данное время, в колею, у которой нет мужа, которому можно служить, а есть дети, которые не принимают авторитет женщины и матери, нет духовного учителя. Надо принять гуру. Для этого нужно принять какого-то куратора, вартмана-гуру. Надо принять шикша. Шикшу надо принять. Это вы должны прочитать книги правопады, подумать на них. Читать, думать, слушать. Тогда вы захотите служить миссии какой-то личности. Важно служить миссии. Чему-то очень высокому посвятить свою жизнь. Вы знаете, на самом деле для духовного прогресса муж не так и важен. Это так. В основном для тех, кто испытывает затруднения, тогда, несомненно, мы говорим, там важны деньги, важен муж, важно здоровье. Но это все материально. На самом деле муж не так важен, и жена не так важна. Но когда мы обусловлены, и для того, чтобы каким-то образом прогрессировать, называется регулируемые чувственные наслаждения, есть нерегулируемые чувственные наслаждения, и есть регулируемые чувственные наслаждения, но и те, и другие приносят проблемы. Даже регулируемые чувственные наслаждения приносят все равно проблемы. Понимаете, да? Поэтому в любом случае человек должен научиться служить. Если у вас нет мужа, значит вы должны служить кому-то другому. Не мужу. Но вы не должны служить в супружеской расе. Вы должны служить в расе слуги. Дасия раса называется. Шанта перерастает в дасию, дасия перерастает в саке, в дружбу. Дружба перерастает в родительские чувства. А родительские, в супружеские. Кто подскажет мне, что я делаю правильно, а что я делаю неправильно? А что вы делаете? Служение Кришны. Какое? То, что вы задаете вопросы, это очень правильно. Очень правильно. И они достаточно уместны. Вы говорите, как вам прогрессировать в духовной жизни. Это уже говорит о том, что вы служите. Потому что обычно, когда человек не служит, он не задает уместных вопросов. Он всегда задает, как жениться или как развестись. Он не задает вопросы, как прогрессировать в духовной жизни. Он сам выдумывает. Мне для прогресса надо развестись с женой. Дурак. Или мне для прогресса нужно жениться. Нет. Это означает, что человек еще находится на уровне объектов чувств. И чувства влияют на него. Тогда духовный учитель, он смотрит, как, что, и говорит, ну ладно, хорошо. Но это лишь поблажка. Он может понимать, что это не принесет ему ни того, ни другого. Что за один узел тени, что за другой тени, что за оба сразу. Узел только завязывается еще сильнее. Поэтому нужно понять, что внутри нас что-то. Внутри нас там неправильно. Мы должны искать себе не мужа, а господина. Поэтому вы не говорите о том, что у вас нет мужа. У вас нет господина. Нет, у меня есть господина. Кто? Кришна. Ну, Кришна говорит, что мой слуга только тот, кто слуга, слуги, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндауна. Вот это слуга Кришны. Такой человек на самом деле может говорить, что Кришна его господин. Но тот, кто напрямую служит Кришне, не служа больше никому, он не является слугой. Значит, Кришна для него не господин. Поэтому я спрашиваю, как же быть? Вы должны куратора себе найти. Как я могу его искать? Подойти к любому пробу? Нет, вы можете подойти только к тому пробу, кого вы не рассматриваете как потенциального мужа. Я вас не рассматриваю как мужа. Жаль. Я люблю, когда меня так рассматривают. Мы можем с вами это обсудить отдельно. Вы можете подойти ко мне, я поговорю с вами. Завтра я... Нет, не завтра. В понедельник вы можете прийти? Приходите в понедельник. Весь понедельник я посвящу Даршину. Весь понедельник. Потому что завтра все-таки воскресная программа, но надо будет общаться здесь с людьми. А весь понедельник с утра, те, кто не могут прийти, я буду весь день здесь до вечера. С утра и до вечера я буду здесь. Поэтому в промежутках между лекциями вы можете будет приходить там. Я думаю, что утром в основном предные здесь живущие в храме, и кто постоянно... Ну, те, кто не смогут там на работе, они после работы или даже после вечерней лекции они смогут дальше получить. Вы можете прийти в понедельник, можете прийти завтра. Как вам удобнее будет. Мы с вами поговорим. Я порекомендую вас, вам какого-то человека, и порекомендую вас этому человеку тоже. Извиняю. Вот у меня кроме истории ничего нет в голове. Потому что истории, они более чёчьи и образней выражают суть. Ты не помнишь, Даша, историю про быка и мельника? Нет? Жил-был один мельник, и он из семечек выжимал масло. Из горчичных зёрен. Горчичное масло. А это что означает? Там такой огромный камень катается, палка, жерлов. И к этой палке там ермо и бык. И бык ходит, и этот жерлов круглое большое колесо, оно катается по жерлову. Бык ходит так кругами. И этот жерлов давит семечки. А там есть сток, и маленькая струйка масла стекает там в бутылку. И мельник всё время подбрасывает зерна. Или обычно это такой лоток. И там он с мельницы прямо, когда это зерно сыпется, это автоматически высыпается. Потому что под давлением. И бык ходит вокруг. И проблема в том, что человек должен постоянно смотреть за быком. Потому что бык он ходит, ходит, потом человек просто ходит. Он-то не соображает, что он там масло давит. Ему камень этот таскать. Естественно, любая скотина, она думает, значит, нужно. И останавливается. И сидит там, смотрит. И тогда мельник выскакивает, когда он всё время видит, что бык останавливается. Он быка хлестает, бьёт. И бык под ударами кнута начинает опять тащить эту лямку. И мельник, получается, должен сидеть весь день возле этого быка и контролировать его. Ничего не улавливаешь. И вот мельник подумал, как же я могу заняться другими делами-то? Не сидишь же всё время возле быка и всё время его по заднице лупить. И тогда мельник снял колокольчик. У него дома в алтаре колокольчик был. Знаете, когда в алтарь заходишь, колокольчик звенит. Он снял и быку повесил сюда. А когда бык ходит, он всегда головой вот так делает. И когда он так делает, колокольчик звенит. И так человек про себя подумал. Пока бык идёт, колокольчик звенит. Как он только остановился, колокольчик перестаёт звенеть. И я буду знать, что бык остановился, выскакивать и бить его. Таким образом я смогу делать два дела. Потому что когда колокольчика нет, он остановился, я думаю, что он ходит. Я прихожу, а там масла вот столько, да ещё он стоит. И так он хитро так решил проблему. Повесил колокольчик, бык ходит. Как колокольчик перестал звенеть, он тут же выскакивает, бьёт. И дело пошло, масло больше стало набираться. И к нему пришёл один знаток писаний. Знатоки писаний называются пандиты. Браманы-пандиты. Этот пандит пришёл, и естественно, они хотят, чтобы им все жертвовали. Пандит всегда очень сильно хочет, чтобы ему жертвовали. И поэтому он очень много писаний знает, всё остальное. Потому что чем больше он знает, люди-то глупые. Они думают, раз он столько много знает, он очень великий. И всегда, когда много кто-то что-то знает, ему всё время что-нибудь жертвует. И вот этот пандит пришёл и смотрит. Бык, значит, ходит с колокольчиком. И как же показать? Надо же сразу показать, что ты продвинутый. И он кричит, мельник. Мельник выскакивает. О-о-о-о. Ахаранамду. О, великая личность, так сказать. О, Брамана. И он сказал, ты что делаешь? Это какие-то аппаратки. Колокольчик из алтарной на шее у быка. Он говорит, ну, извините, Махарадж. Извините, Ваше Величество. Ваше пандитство. И он ему стал объяснять, для чего он колокольчик привязал быку на шею. И тот человек, пандит, он говорит ему, ой, какой ты глупый. А вдруг бык остановится? И вот так будет делать головой. И он тебя обманет. Будет бренчать колокольчиком, а сам не будет тянуть этот жернов. И мельник так на него посмотрел. Говорит, да вы что, он же не пандит. Теперь понимаешь, да, что значит прикрываться в Писании? Он не пандит, бык. Еще есть вопросы? Позитивно это означает считать, что все, что в шастрах описывается по поводу духовной жизни, абсолютная правда. Что там ничего не выдумано и ничего не преувеличено. Если в шастрах говорится, что тот, кто решил предаться Кришне, то для него не существует никаких препятствий и обстоятельств, которые могли бы стать прикрадой на его пути. Таким образом, почему у нас много всяких преград, обстоятельств? Как думаешь? Ты был, когда я объяснял, что бхакти-йога самый короткий и самый прямой путь? Но почему он такой трудный? Потому что по бокам этого пути куча соблазнов. Если ты будешь верить, что это очень легко, просто надо от чего-то отказываться, чтобы прогрессировать. Если тебя на самом деле Кришна интересует, ты от этого откажешься. Но чтобы Кришна так привез, ты должен слушать от того, кто им привлечен Кришной. Именно Кришной. Вот, кстати, об экстазе вспомнил. Тьфу, ёлки. Простите меня, но если вы устали, давайте закончим. Ой, очки не мои, я уже чуть... Вот привычка. Всё, воровать, воровать. Есть ещё вопросы? Кто сейчас истории из меня полезут? Из мельницы. Из меня выжимать не надо, у меня так сыпется под давлением. Нет вопросов? Ну, завтра, уже время, девятый час. Спать пора. Говорится, искусство раннего подъёма, это означает искусство раннего отбоя.